Если вы любите бокс, это видео для вас. 16 сентября у нас два наших бойца будут боксировать. Али Ахмедов против Дэвида Загары во втором среднем весе. И Сергей Богачук в среднем весе сразится у нас с Рафаэлем Икбогви. У Богачука все будет попроще. Боец у него более простой, более проходной. Рафаэлик Богви. И, ну смотрите, вот это такой боксер работает вроде в американской любительской манере. Но вот, знаете, ключевое слово «работает вроде». Потому что если вы посмотрите его бои, он не работает. Он двигается, он клинчует, он 5-7 джебов выбросит за бой. И будет какие-то прямые удары бить куда-то в корпус, по локтям. Не особо надеясь на попадание. Вот это, в принципе, работа. Вкладывается он в удары с правой руки. Но, знаете, как будто он сам не верит, что попадет. Как будто он сам не верит, что он навредит. Поэтому, собственно, у него 18 боев он провел. 7 всего нокаутов. Два поражения, причем два поражения одному и тому же бойцу. Пусть и в близких боях. Ну, судя по решениям, я эти бои не нашел. Бойцу, у которого Алексис там какой-то там. Ну, 8 побед, 8 поражений. Боец не на култер. Разговор о чем? То есть Сергей Богачук, это 80 раз сильнее, чем тот боец, которому он два раза проиграл. И еще я нашел его бой с боксером в Сербии. С Косово, Сербия. Косово – это фейковое государство, поэтому Сербия. То есть, тоже такой боец, как ему сказать, не опасный, несерьезный. 9 побед, 3 поражения, 3 нокаута. Не опасный. И вот этот вот Серб, он этого Икбогви бил весь бой. Причем бил, вот знаете как, вот, смотрит. Прям смеяться хочется с такого бокса. И этого бокса хватало, чтобы бить этого Икбогви. Он его в первом раунде даже потряс левым сбоку, кинул куда-то в канаты. Хорошо ему в корпус попадал, хорошо его бил в клинче. Вот Икбогви прям спасался в клинче от него. То есть, разговор о чем? Икбогви не хочет работать, очень ленивый боец, трусливый боец. Он не нокаутирован только потому, что у него есть клинч, потому что с ним никогда не дрались нокаутеры. Всю его оппозицию посмотрел, никто не нокаутировал. То есть, вот этот серб, не показывающий никакого бокса, просто немного дерущийся. Он с ним раздельным решением провел бой, проиграл, но на самом деле он выиграл. И разговор о чем? Сергей Богачук, боец, который выше него, который больше размах рук, больше боев, лучше оппозиции, который уже работал против этой вот американской манеры, вот с Тайрон Броунсом, в этой манере работал с Богачуком, Брэндон Адамс. И мы видели, что он их разбивает. Ну, с Адамсом единственное, что, видите, Сергей заигрался, пропустил удар, был потрясен. И надо было отработать вторым номером с блоком, а у него это не поставлено. Вот работа с блоком у него оказалась хромает. И Адамс в это вот окно последние свои силы забросил, попал. И Сергей вот, ну, он как бы встал, но, видите, ему надо было еще секунды 2-3. Ну, рефери их не дал. Поэтому, ну, так получилось, как получилось. Ну, знаете, вот как у Ленокса Льюиса было там с Хасимом Рахманом, с Макколумом, как там его звали второго, не помню. Все понимали, кто выигрывает бой. Бам! Все понимали, кто выиграет реванш. И именно так он эти реванши выигрывал, Ленокс Льюис. Вот и здесь все понимают, кто выиграет реванш, и как будет выигран этот реванш, если он будет. То есть, ну, так получилось, ничего не поделаешь. Вот. И вот этот вот Икбогви, он даже половины того, что может Адамс, он не предложит. И Сергей Богачук Адамсу-то не проиграет. Поверьте, вот 10 раз сейчас они с Адамсом подерутся, ни разу Адамс больше его не победит. Вот о чем разговор. Поэтому Икбогви, это, ну, не того уровня боксер, и вся вот оппозиция, что у него была, она, ну, она для Сергея просто смешная. Потому что он дрался с бойцами сильнее и побеждал их нокаутами. И учитывая, насколько он лучше, чем тот серп, именно вот серп, он, знаете, который дрался с Икбогви, он просто драться хочет. Но он понятия не имеет, как это делать. А Сергей и хочет драться, и дерется он как боксер, грубо говоря. И особенно если он сейчас исправит свои проблемы с защитой, будет работать от блока, и первым и вторым номером, ну, там особых шансов нет. Ни у Икбогви, ни у Адамсов, ни у кого, кого хотите. Так что единственное, чего надо опасаться, этого тыкающего прямого вот этого в корпус, ну, думаю, Сергей будет рядом с ним стоять на той дистанции всегда, что не будет хорошего размаха для этого тыканья в корпус. Антропометрия, он вышел на 5 сантиметров, размах рук намного больше. Тем более сейчас в среднем весе Сергей будет помощней, не сгоняя лишнего веса. И он, конечно же, его разобьет. Теперь Али Ахмедов разобьет, скорее всего, досрочно. Вот у него досрочных поражений у этого Икбогви нет, но тут 10-раундовая дистанция, Сергею этого должно хватать за глаза, должен разбивать досрочно. Касательно этого, Али Ахмедова против Дэвида Зигара, здесь уже интереснее ситуация, потому что Дэвид Зигара, во-первых, это опытный боец, 39 профессиональных боев, во-вторых, была у него, ну, как можно сказать, не такая плохая оппозиция, он ЕФС проиграл. Он проиграл Давиду Лемье нокаутом, хотя Давиду Лемье уже никакой, ну, вот от слова никакой, вот именно никакой, там кроме удара ничего не осталось. И вот он нокаутировал его во втором раунде, попал. Был у него Стефан Хертель какой-то, Хертель, как-то так, боец, обыкновенный, как вам сказать, немец, работающий по принципу, стою с блоком, попадаете, хорошо, молодцы, потом я руки опускаю, типа, бей, всё, я больше блок не держу, провалю, бам-бам-бам, отойду, опять стою с блоком. Вот такая манера. То есть, расчёт на что, даёт, подвымахаться, потом опускает, вообще не отвечает из-за блока, и соперник думает, ну, я же побеждаю, я же бью, а он не бьёт, потом опускает руки. Соперник думает, ага, сейчас надо по голове теперь бить, потому что он устал, я ему руки отбил. Вот многие дебилы думают, что если бить в блок, руки отбиваются. Это вот идиоты, больные вообще, ну, боксами занимались. Думают, ага, сейчас я ему буду бить по голове. Кстати, наш Артур Бетербеев на это вёлся, помните, с немцем. Вот кинет, либо попадёт там одним джебом, либо не попадёт, его провалит, и он ему раз, два, три ответит, отойдёт, с блоком стоит. И, понимаете, таким образом, по чистым попаданиям, он вот этот Стефан Хейтель выигрывал и за пять раундов нокаутировал. Хотя этот Хейтель, Хайтель, как его правильно, он не нокаутёр, он там три или четыре нокаута. Вот он проиграл тому, с которым Бетербеев боксировал, вот этому немцу, Адаму Дайнессу, проиграл раздельным решением. Больше никому не проиграл. Молодой такой, ну, обыкновенный немец, у них у всех все так боксировали. Вот он его тоже нокаутировал. Также его побил Эрик Базинян. Наш боец, бьющий боец, ну, неплохой боец. И вот он его нокаутировал. Ну, что? Его еще нокаутировал с Штефан Юсуфи. Ну, Юсуфи, вот знаете, что за боец? Он с Сондерсом боксировал. У него манера никакая, он стоячий боец. Но если вы рядом с ним стоите, размениваетесь, он тряхануть может. Все, что, собственно, он может. С ним главное не драться. От него главное на дистанции работать, как Сондерс убегать от него. Сондерс весь бой велосипедил, весь бой выигрывал. Ну, кстати, разок он Сондерса тряханул. Ну, вот это вот он тоже тряханул. Проблема вот с этим делом. О, этого, как его, блин, Дегара, Зегара. Дэвид, Дэвид Зегара, да. А так, когда боец обыкновенный, простецкий, которого нехер бить, он их в основном выигрывает на дальней дистанции в обыкновенной любительской манере. Ну, он боксер с Перу. Я не знаю, в Перу есть вообще боксеры или нет. Я никогда про это не слышал. Работает он, вот знаете, кого напоминает? Вот наших боксеров советских. Напоминает там кубинцев, британцев. Эту дистанционную работу. Единственная разница в чем? Если у наших нокауты зачастую от встречки, вот и все, вот справа там где-то встретил, нарвался, вот как Меликузива нашего вырубили. Как правило, все наши дистанционщики, у них все нокауты такие. Вот там Биволы, Шишкины, кого хотите берите, вот все усики, там Ломаченко, у них у всех почти нокауты именно от такой встречки. Но у этого нокауты, знаете, от чего? Вот он боксирует, боксирует, дальняя дистанция, хоп-хоп, там может так весь бой боксировать, там руку сбил, там дотронулся, знаете, и тебя бьют, там оп, уклонился, джеб кинул, попал, или там тебе попали джеб, ты попал правый, вот. И иногда он это все прерывает и просто подходит раз, два, еще раз, еще раз, и соперник чуть тряханется, чуть потеряется, потому что темп вырос, и начинает больше вкладываться и забивает. Собственно, такой вот у него бокс. Али Ахмедов с этим боксом уже сталкивался. Али Ахмедов, боец знаете какой? Вот он, во-первых, 36 лет этому зыгаре, Ахмедову 26, первое серьезное преимущество. Ну вот, два последних боя проиграл нокаутом этот, он четыре раза вообще проиграл нокаутом, и вот два последних боя проиграл нокаутом этого зыгара, поэтому Ахмедов должен его нокаутировать, хотя дистанция всего восемь раундов. Ахмедов в последний бой сам нокаутом проиграл, хер его знает, будет он прям лезть наражен или нет. Но работа, манера ведения боя Ахмедова, это прессинг. Он еще не изучен правильно, он еще не грамотный, но это прессинг, это не давление, это именно прессинг, он старается не отпускать прижатого соперника. Единственное, мы выявили у него два серьезных недостатка, это проблема с блоком и это проблема с выносливостью. Вот с этим, с Гангорой, ну мы это уже обсуждали, давайте напомним. Первый раунд он с Гангорой пытался, вот это вот, знаете, разведка это там какой-то называют, на дистанции с ним работал в любительской манере, и Гангор его там перебоксировал на эти дистанции. Он пошел в прессинг, пошел драться, пошел много вырасывать ударов. Второй раунд Гангора был бит, сильно бит, и Ахмедов подумал, сейчас я продолжу, и он будет нокаутирован. Так бы и было, только Гангора-то вот посидел между вторым и третьим раундом, подумал и принял решение, надо блок, конечно же, поднимать. Оказывается, Гангора умеет работать с блоком. И Ахмедов выбросил столько же ударов, сколько во втором раунде, даже, пожалуй, больше, и они в основном приходились в блок. И вот, начиная с четвертого-пятого раунда, Гангора понимает, ага, я его удары на блок держу, Ахмедов бьет, вкладывается. Возможно, он заметил, что Ахмедов, скорее всего, кончится, и начал его еще из-за блока встречать. И вот это все скопилось вместе, и к двенадцатому раунду Ахмедов устал. Устал настолько, что не мог уже двигаться, не мог как-то отработать этот двенадцатый раунд, и принял в какой-то момент решение, сейчас я остановлюсь, и буду в немецкой манере принимать удары, стоять, принимать удары там на блок и стоять, и сейчас гонг прозвенит. Гангора этот блок разбил, потому что Ахмедов его не набивал, он с ним никогда не работал, отправил его в нокдаун. И вот здесь огромная ошибка была допущена, из-за которой он бой проиграл. Он бы даже с этим нокдауном выиграл по очкам. Ошибка следующего плана. Вот ты уже устал, ты не можешь двигаться. Ну, просто устал, двенадцатый раунд. И навыбросил много ненужного в блок, и сам напропускался. Встаешь, хотя бой выиграл Ахмедов. Ты потрясен. Блок у тебя не работает, он не набит. Ну, жестче бьет этот гангора, чем ты руки держишь. У него жесткость удара лучше, чем твоя жесткость постановки блока. Что надо делать? Подумайте, надо ли убегать в этой ситуации? Потому что ты до конца раунда все равно не отбегаешь. Чтобы у тебя встали ноги, чтобы ты был полностью обесточенный и потрясенный. У тебя не было блока, чтобы тебя именно жестко нокаутировали. И Ахмедов именно это и выбрал. И полностью обесточенный, потрясенный, уставший. Он начал бегать. Много он не пробегал, конечно, силы-то нет. И абсолютно без какой-либо энергии, без какой-либо защиты. Потому что она же не сработала в нокдауне, поэтому и побывал. Но его пробили именно жестко, отправился в нокаут. Что надо было делать? Клинчевать, конечно, надо было. Но Ахмедов этого делать не стал. Не знаю почему, не знаю, чего его этого не научили. Ну, видите, надо наших учить. Мне вот иногда говорят, кто ты такой боксеров учить? Видите, надо учить. Сами же не доперли в углу Ахмедова. Как-то не объяснили ему, что поклинчу где-то, если устал. Потому что это бокс. Вот это надо вот исправлять. С Загарой так не будет. Потому что Загара не гангора. Его, когда начинают бить, он пропускает и падает. Он никакой блок не поднимает. И Загара, ну, не то чтобы он бьет слабее Гангора. Он нормально бьет этот Загар. Просто он бьет не так много. И он не настолько думающий. Гангора, он думающий боец. Он прям посреди боя будет думать. Прям посреди боя будет эволюционировать. Ахмедов посреди боя эволюционировать не может. Я надеюсь, он сделал вывод. И если он выводы сделал, если он исправил свой блок, если он улучшил эту защиту, потому что он попытался ей воспользоваться с Гангора, она не сработала. Важно, чтобы он понял не то, что «Ай, значит, это не работает». Так что «Ай, я это плохо тренировал». Если он сейчас еще будет работать, конечно, с клинчем, то наложить это на его прессинг, на его вот эту вот агристость. В принципе, он боец не слабо бьющий, такой мощненький достаточно Ахмедов. Ну, должен он, конечно, этого Загару разбивать. Единственное, что, видите, у Ахмедова такая проблема есть. Он 1,85 м рост и 1,83 м всего размах рук. Он очень короткорукий. Это в боксе плохо, когда ты высокий и короткорукий. Но Ахмедову это не мешает. Ну, 36-летний Загар, он должен все-таки разбивать. Хотя боец опытный. Опытный, пусть и много проигрывавший нокаутами, но опытный. Тут будут проблемы. Восемь раундов вполне может получиться, что Ахмедов победит не нокаутом. Потому что дистанция небольшая. Ахмедов, боец пробитый теперь, может побояться, понимаете, где-то переборщить. Но так я вижу, что оба наших бойца выиграют. Вот эти два боя, мы их как один прогноз запишем. Потому что, ну, прям серьезной угрозы я не вижу. Тем более для Богочука я точно не вижу серьезной угрозы. Оба этих бойца должны победить. Это бойцы интересные. Это бойцы, ну, так или иначе, это бойцы будущего. Даже проиграв. Если они будут прогрессировать, если они свою манеру будут развивать, это бойцы будущего. Они могут давать конкурентные бои хорошим бойцам, если их улучшить.